Подосиновики, маслята, опята, говорушки. В этом году в лесах нашего региона можно найти множество съедобных грибов. Частые осенние дожди, на редкость теплая для октября погода и повышенная влажность. Это все способствовало появлению самых разных видов грибов. Житель Самары Андрей Курочкин на грибную охоту в лес выбирается регулярно. Я просто поражаю, сколько сейчас грибов, причем разносортится жутко. То есть растет все, и летние грибы, и осенние, и уже поздне-зимние опята я нашел. В общем, какое-то столпотворение грибное, я бы так назвал его. Некоторые виды грибов можно найти там, где до этого они никогда не появлялись, говорит Андрей. Это подосиновички. Вообще у них шляпка чаще всего более такого оранжево-красного цвета. Эти подосиновички немножко выгорели. Старые друзья всех грибников, опытных и неопытных, и всех подряд маслята. Вот в лесу я нашел тоже очень хороший гриб, осенний опенок. При таком разнообразии, несмотря на большое количество съедобных грибов, велик шанс, что в корзинке окажется несъедобный представитель вида. Поэтому, выбираясь на грибную охоту, лучше остановиться на одном-двух видах и собирать только их, считает бывалый грибник. Если сомневаешься хоть чуть-чуть, хоть на сотую долю процента в том, что гриб знаком, в том, что гриб съедобный, ни в коем случае его не брать и считать его, ну, условно, поганкой. Начинающим грибникам будет сложно на первых порах отличить, пригоден ли гриб в пищу или нет. Но есть несколько основных признаков ядовитых грибов. Так, например, грибы с пластинчатой шляпкой чаще являются несъедобными. Если на ножке, ближе к шляпке, есть юбочка, то этот гриб тоже нельзя употреблять в пищу. А также у поганок всех видов в нижней части ножки есть небольшое уплотнение, рассказывает Андрей. Это чистые воды мухоморы. Вот они тоже бывают такими. Не всегда они красные, с белыми точками, как в мультфильмах, да? А вот очень часто они вот такие. А сверху, если вот на них посмотреть, прям грибы, которые вот просятся в корзину, на самом деле это мухомор. В связи с тем, что сезон выдался по-настоящему грибным, процент отравлений значительно вырос, утверждают медики. Самое распространенное – ботулизм. Когда грибы при приготовлении и консервации недостаточно хорошо промываются. Плюс ко всему, некоторые жители нашего региона предпочитают собирать урожай вблизи проезжей части. Такие грибы, даже будучи первоначально съедобными, успели впитать в себя токсины и стали ядовитыми. При первых признаках появления отравлений, как-то боли в животе, рвота, тошнота, если такая симптоматика появилась, необходимо сразу промыть желудок. Это делается очень просто. Человеку больному надо дать обычной воды, там комнатной или теплой температуры, обычной воды, как можно больше, сколько он сможет выпить. И вызвать искусственную рвоту. И сразу же дать какой-то сорбент внутрь. Грибы, по утверждению медиков, пища тяжелая. Поэтому употреблять их в пищу в большом количестве не рекомендуется. Особенно детям и пожилым людям. Разнообразить грибное меню можно по-разному, считают повара. Чтобы избежать сложностей с консервацией, грибы можно пожарить или приготовить из них суп. Михаил Ермоленко, Евгений Усова, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.